Всем привет! Продолжаем сегодня обзоры в напитке и спортивное питание. Рубрика вновь соусы у нас. И наконец-то мы добрались до Джеми Оливера. Именно дело пасты. Конкретно мы будем смотреть и пробовать соусы. Их очень много. Наверное, это самые дорогие соусы, что продаются в Москве. Ну, в обычных магазинах, они группят, эксклюзивные. Перекресток там, спар и прочее. И все, я до них хотел добраться. Наконец-то. Конечно же, чтобы попробовать их, мы купили эту пасту. По моему мнению, супер дорогую. Но, тем не менее, мы будем все это сейчас готовить. И сегодня из названия, что вы поняли, мы снимаем обзор на Green Pesto Соус Альц. Джеми Оливера. Кто не в курсе, это знаменитый фуд, как сказать, тейстер, что ли. У него очень крупный фуд-канал, связанный с едой. Он вообще, как я понимаю, повар. И различные рецепты от разных шеф-поваров. И сам что-то придумывает и рассказывает на англоязычную аудиторию. Но, как я понимаю, он итальянец. И очень за рубежом популярный. Ну, я посмотрел несколько видео, очень интересно и познавательно. Так вот, смотрите. Я считаю, я еще не пробовал, но считаю, что это уже стоит до хрена. Смотрите. Обычные пене, обычные макароны, как я понимаю, обычные, стоят 285 рублей в магазине Евроспар. За 500 грамм. Ну, я считаю, это переплата за бренд. Хотя, кто знает. Будем пробовать. Ну, соусы стоят по 320, по 380 рублей. Здесь уже дело такое. Соус можно, я считаю, взять. Не то, что макароны. Конкретно, гринпеста был куплен за 323 рубля в магазине Евроспар. Давайте посмотрим. И как раз у нас водичка закипела, мы закинем нашу пасту. Итак, крышечка прикольная. Итальянские ингредиенты, да. Вот этот, собственно, человек, Джейми Оливер. Можете посмотреть, кому любопытно. Вот. Сделано, вот здесь написано, Made from crushed pine nuts, basil, authentic Italian cheeses. Здесь сказано, что сделано из кедровых орехов, базилика и итальянских сыров. Ну, круто, круто. Джейми Оливер, гринпеста. Как итальянская классика, да. 190 грамм баночка. О, смотрите, у нас есть язык русский. Давайте посмотрим. Зеленый песто. Состав у нас сходит. Базилик 38%. Оливковое масло 18%. Подсолнечное масло. Орехи кешью. Сыр грана падана 6,9%. Кедровые орехи 4%. Сыр пекорина. Чеснок, сахар, соль. Молочная кислота. Антиоксидат аскорбиновая кислота. Как мы видим, состав натуральный и очень крутой. Кстати говоря, сыр пекорина. Я пробовал пасту с этим сыром от Борилла. Очень прикольно. Можете глянуть на канале. Довольно калорийная штука, но здесь его мало. И много добавлять не нужно. У нас получается на сколько продуктов 6,6 грамм белка. 39,6 грамм жира. 7,6 грамм углеводов. И 423 ккал. Изготовитель у нас Италия, как мы видим. Ну, как-то вот так. Очень круто. А что же за паста? Ну, в общем-то, джейми Оливер, пене. Типа, сделано так, специальную структуру имеют, чтобы впитывать в себя соусы и удерживать их внутри. Типа, вот здесь написано, да? Сделано по итальянскому рецепту. Все дела. Ну, в общем-то, паста как паста. Пене. В общем, она есть. Мука из того, чтобы все. Опять же, сделаны в Италии, да? Мы здесь видим. Ну, что, ребята? Смотрите. Вот у нас уже подсоленная водичка. Сейчас мы это все делаем. Разобьемся. И, надеюсь, берем все вкусно. Ну, я думаю, нам половинка, грамм 250, хватит. И не забываем все это дело, ребята, помешивать, потому что она может прилипнуть. Побольше водички наливаем, подсаливаем и помешиваем. Ну, что, увидимся на дегустации и поехали. Итак, ребята, добавим этот соус. Ммм, ароматный вкус. Идите, посмотрим, как он будет. Много добавлять его не буду. Он довольно калорийный. Допустим, 2 чайные ложечки. Я думаю, будет вполне достаточно. Вот у нас отварилась паста. Стараемся добавить с водичкой подсоренную, чтобы было вкуснее. То есть, не нужно сливать. Я никогда не сливаю. Вот, видите, когда мы так добавляем, получается, у нас идет водичка, да? И так будет намного вкуснее. Примерно 200 грамм у меня здесь пасты. И 2 чайные ложечки песта. Я думаю, будет достаточно. Если что, можно будет добавить без проблем. Ммм, ну, запах приятный, ребята. Так, ну, пойдемте, пойдемте. Будем пробовать все это, дети. Грин-пес. Давайте попробую я первое все дело. Простное. Без макарон. Пахнет отлично. Прикольно. Вкусненький такой, знаете. Ну, а теперь мы все это дело, посмотрите, размешаем. Все у нас тепленькое. Вот песто наш. Пошел аромат. Пошел реально очень вкусный аромат. Это прям чувствуется. Видите? Еще, еще, смотрите, что я добавлю. Я добавлю перчик. Соль я уже добавил в воду. И не нужно. А вот перчика я не добавляю. А я люблю полострее. И свежий молотый перчик. Будет отлично. Вот так. Отличная порция макарона. Пене. Сюда бы я еще добавил сыра. Но, к сожалению, я не взял его. Было бы вообще шикарно. Ну что, Джейм, Оля, попробуем твое грин-пестер с твоей пастой. Запах очень ярко выражен. Реально. То есть, вот, очень сильно пахнет травами. Очень, очень сильно. Это очень радует. Посмотрите, какая красота получилась. Чувствуется прям запах базилика. Знаете? Очень ароматный. Ну что? Приятного аппетита. Поехали. Необычный вкус. Чувствую. Ярко выраженный базилик. Знаете? Сыра здесь не чувствую. В составе он и есть. Два вида. Видно, что есть. Не особо чувствуется. Но его там и мало заявлено. Но. Отчетливо чувствуется базилик. Отчетливо. Как вы видите, на 200 грамм макарон хватает буквально 2 чайной ложечки. Больше не надо, ребята. Очень калорийная вещь. Будет больше калорий, чем в этой пасте. А здесь у меня калорийность пасты примерно 700 килокалорий. Ну и допустим, примерно грамм, вернее калорий, 50-70 от соуса. Очень вкусно. Касаемо вот этого дела. Знаете, чем она отличается от русской, от русских производителей? Она более твердая и грубая. Действительно, она хорошо себя впитывает этот соус. Очень вкусно. Да, реально. Не буду вас мучить. Что я могу сказать? Я могу сказать следующее. Я буду объективным. Я поставлю этому грин песто 4 балла из 5. 4 балла из 5. Прокомментирую почему. То, что он вкусный, да. То, что у него хороший состав натуральный, согласен. Но, считаю, конечно, дороговато. Опять же, это, скорее всего, связано с нашей страной, Российской Федерацией. Наверное, везде в основном, он так будет стоить. Но, опять же, кроме того, что здесь очень качественная, качественный базилик использован, очень ароматный. Больше здесь особо выделить нечего, потому что здесь реально тащит базилик. То есть, особо сыр, что еще ты здесь не чувствуешь. Но запах базилика и вкус на языке он шикарен. Сыр, конечно, чувствуется, но не сильно. Конечно, сыра лучше сюда добавить, и будет шикарно. Почти идеально, но, заговорка, 4 балла спрюки. А так, вкусное песто. Очень вкусное. Кто-нибудь базилик вам вообще понравится. Прям отличный аромат, отличный вкус. Советую вам, если вы возьмете его и будете потреблять, как я, добавить сюда еще тертого сыра. Пармезанчик либо мацарелло, например, будет очень шикарно. Очень шикарно. Поэтому, 4 балла с 5. Понравилась мне эта паста. Ну, давайте будем объективны. Она мне очень понравилась, и понравилась больше, чем российская. Но за 300 рублей я, конечно, покупать ее не буду. Если, допустим, соус купить до 300 рублей, его хватит надолго. В холодильник поставите, будете поедать, это нормальное вложение. Полностью денег не под своих спорит. Ну, конечно, за макароны 300 рублей, я считаю, переплаты. Смотря, что они крутые, вкусные, такие грубые, но 300 рублей, ребята. Нет. 4 балла с 5. Очень вкусно. Круто. Всем советую. Ну, а мы будем еще пробовать вот эти два варианта. Увидимся. Пока.